Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение Торы и сегодня у нас глава РЭ из Законы о идолопоклонстве написано, что если будет подговаривать тебя друг твой задушевный и скажет пойдем служить богам иным, тайно то говорит, то убей его рука свидетелей будет на нем первой ты его должен первый убивать в общем, страшное дело но это Тора говорит о решении суда это обращение к суду суд, если он расследует и докажет, что действительно человек хочет служить идолом отвратить другого человека от служения Всевышнему то суд обязан принять такое решение и говорится а если узнают что какой-то город совратился на служение идолам то суд должен очень хорошо расследовать и если будет доказано что это действительно так и произошло что город ушел от служения Всевышнему и стал идолопоклонническим городом то есть, смея на богу не прощается получается, что город должен быть уничтожен люди убиты в общем, никого не оставят живых и даже животных надо тоже уничтожить то есть, все предметы этого культа она все уничтожит и мало того и написано, что он не будет отстроен на этом месте то есть, настолько это опасная заповедь о идолопоклонстве и где у нас есть какие-то подобные примеры вспомним Аврагам у него были воспитанники домочадцы 318 человек и у него был вообще огромный лагерь людей он принимал к себе и говорил о Марсе Вышнем и у него было много людей Аврагам а потом смотрим уже никого и как бы не остается этих людей мы о них ничего не знаем вот Яков когда приходит в Египет то только его семья и не пишется, что с ним пришло в Египет огромное количество еще людей и пишется, что его семья насчитывается 70 человек а где эти люди сиделись? где же эта огромная армия людей которая Аврагам воспитывала? и я слышал комментарий что когда в Вайшлах написано что пришел Яков благополучно в город Шхем это после Суккота было город Суккот построил потом Шхем после встречи с Исавом в общем эти люди которых он видел в Шхеме эти люди они были потомки тех людей которые были воспитанниками Аврагама они при Аврагаме жили все верили в единого Бога все выполняли все что положено и стали страшными два поклонниками до чего дошло что у них изнасиловать девушку забрать себе ничего не стоило и это как не просто какой-то случай произошел что в жизни случается но это именно у них такой образ жизни что он изнасиловал выкинул и все но тут получается что душа его пристрастилась сердцу девушки он же говорит Хамор говорит Шхем сын мой душа его пристрастилась дочери вашей то есть если не пристрастилась то можно так изнасиловать бросить все остальное то есть до чего не дошли и когда Шимон и Леви атаковали город то они стали все на защиту то есть всем городом они поддерживают своих руководителей невзирая ни на что и им пришлось всех убить то есть такая ситуация настолько это серьезное дело до чего доводит идло поклонство после этого мы смотрим дальше Яков говорит избавьтесь от чужих богов то есть разграбили город Шхем забрали там эти злые украшения видно с изображением идол я закопал под фетташковым деревом избавился от них то есть если бы можно было ну возьмите переправьте переплавьте его серебро золото сделайте изделия нормальные они идлопоклонческие видно это нельзя видно уже видно уже невозможно это исправить настолько это тяжкий грех потом мы смотрим тельца сделали тельца поклонясь идолу что Маша делает полностью уничтожает тельца Медраж пишет деревянные части сжег а железные части растер золото и бросил его в ручей стекающий из горы заставил пить и это стоило жизни очень многим людям это кроме тех людей которых левиты убили они знали что они именно были виноваты и пишут что их своих родственников там не жили это страшное дело и два поклонства если мы читаем комментарии наши Мишну то мы смотрим Мишна Тора книга Рамбам Равишен Бен Маймон он пишет что для того чтобы совершить суд книга Шовтим судей нужны два свидетеля в некоторых случаях три свидетеля чтобы еще подкрепить показания их а за идолопоклонцы в некотором случае достаточно и одного свидетеля то есть настолько это большой грех что не будут до конца разбираться определили что он идолопоклонник и суд может выносить по поводу него какое-то решение вот так вот то есть Всевышний все время нас предупреждает что измена Богу это очень страшное дело вот это в очередной раз подчеркивается то есть было еще у нас такие вещи что до такой степени народ Израиля уже живя в своей земле доходил что становилось страшное идолопоклонство во время царя Минаше это мы знаем было когда он идолопоклонством превзошел даже к на нею до такой степени он дошел и были случаи что по-моему это Эрмиягу люди умирали с голода это было ужас что и он подошел к мальчику и сказал ему ты хочешь жить ты уже умирал уже родители умерли говорит ему я тебе скажу молитву ты помолись Всевышнему и Всевышний тебе поможет ты выживешь будешь жить и он говорит я никогда так не сделаю никогда то есть настолько воспитали в этом духе что он поцеловал идола который у него был в руках и упал на него и умер в общем вот даже такие у нас случаи есть до чего это доходит идло поклонства и очень непросто этому сопротивляться была действительно большая тяга к этому идло поклонству человек должен служить только Всевышним напрямую никаких посредников никаких икон никаких поклонений солнцем луне всему воинству небесному никаких столбов никаких изображений птицы никакой рыбы ничего не должно быть перед глазами вот молимся наши родители говорят лучше всего молиться вот белая стена столб и на нее смотришь и молишь чтобы между тобой и этой стеной не было ничего чтобы ты не видел перед собой никакого изображения настолько это важно есть случаи когда в пуно не когда нас змеи кусали напали на змеи себе змея покрепи его наше смотри вырубил медного змея и мы молились всевышнему чтобы он спасал чтобы стылить нас и перед глазами ставил этого змея мы видели за что как змей своим языком пускает яд горячий вот так мы когда мы засловим тоже пускаем яд перед глазами у нас стоит этот змей вот так же если мы молимся всевышью скажет вот это изображение это посредник этого или икона или там какая-то картина или не знаю что то очень влияет мы должны молиться напрямую молимся получаем ответы вопросы в общем и ни в коем случае никаких посредников а на сегодня наш урок заканчивается урок бы дал западение души Яков Беннахум Владимир Бен Григорий Павел Бен Эфим Самый Бен Герш Хай Мал Кабад Йосиф Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль Памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель За здоровье Светлана Бат Клара Шимон Бен Эцхат Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двора Бат Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат Двора Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Мэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Лер Бен Клара Ольга Бат Светлана Йосиф Давид Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла За Хороший Хешедух Арон Ребель Двора Денис Дахун Эвгаль Бат Сара Мазла Паранаса Сгула Ирина Батури Арон Али Бен Ури Паранаса Ебрю Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем Всего самого наилучшего До Следующих Встреч Делитесь Видео С друзьями Чтоб Тору Мы могли Распространить Как можно Больше Чтоб Был мир На земле До Следующих Встреч Надеюсь Стоится Завтра В 15 30 Шалом Продолжение следует